Доброго дня, меня зовут Денисов Владимир и мы, как обычно, проводим обзор по 27 валютным парам на рынке Форекс. Сегодня у нас 12 марта 2015 года. Мы разберем, соответственно, по 27 валютным парам ту ситуацию, которую мы видим на сегодняшний день. Возможно, откорректируем какие-то уровни, если они появились, установим дополнительные каналы и так далее. То есть, ну, детально разберем по всем валютным парам. По нашим сделкам, к сожалению, не совсем удобно было именно транслировать на этот счет в сделке. Почему? Потому что здесь все-таки минимальный лот 0.1 и для данного депозита, для данного уровня депозита, это довольно-таки высокий уровень лота. Поэтому, к сожалению, в ситуации, когда счет был в просадке, не хватает нам условий здесь по марже. Ну, как бы понимали, на что шли. То есть, этот счет больше изначально был сделан для мониторинга, именно для мониторинга, по сути, самих валютных пар. То есть, ситуации по ним, конечно, по сделкам не совсем получилось сейчас правильный мониторинг, как на центральном счете. Но, что ж, продолжаем работать. Выяснились, соответственно, дополнительные моменты по пам-счету. Об этом я отдельно расскажу уже, наверное, в обзоре, в отчете, точнее, за текущую неделю по пам-счету. Это именно те нюансы, которые по нему выяснились. И для тех, кто, в принципе, на данной компании планирует торговать, там, да, или какие-то, естественно, с этой компанией отношения, то это будет, в том числе, интересно. Это уже, соответственно, скажу в отчете. Так, ну, сегодня давайте приступим к нашей работе. То есть, у нас Австралий и Швейцарец первые на очереди. Здесь мы видим, что цена у нас идет по направлению к уровню 77,610. То, о чем мы, в принципе, и думали. Потому что цена по остальным парам с швейцарцем дошла до уровня, где были до января 2015 года. Здесь, соответственно, мы видим практически то же самое. И, на мой взгляд, то есть, цена все-таки дойдет до уровня 77,610. И, соответственно, возможно, даже пойдет чуть выше. Так, Австралийц, Канадия. Что ж, в итоге на сегодняшний день мы посмотрели все, что происходит пока по валютным парам. Есть несколько валютных пар, где сейчас назревают проекционные движения. Мы можем на них, соответственно, сейчас сработать, если это интересно. И пока, по данному счету, здесь мы по сделкам не будем завязывать все-таки на центральный счет. Соответственно, здесь будем пока исходить только из данного счета. Хотя, ну, после посадки довольно сложно здесь будет что-то делать. Ну, и еще раз напомню, потому что есть все-таки места узкие в самой системе парам счета здесь, которые не совсем изначально открыты для людей, которые открывают счета. Приходится в этом разбираться. И минус, конечно же, для этой системы, что невозможно что-то изменить в процессе подредактировать условия счета. Это очень неудобно, так скажем. И, исходя из этого, то есть трейдер практически загоняется в неудобные условия и не может на них повлиять и не может их изменить. Но, в любом случае, лучше об этом узнать, да, рано или поздно и понять, как с этим действовать. Ну, и, конечно же, если кто-то будет принимать решение о торговле именно в той компании, где у нас сейчас замониторинг пам счет, то это нужно знать и понимать, и, конечно же, при настройке особенно пам счетов это учитывать. Но об этом более подробно расскажу, соответственно, уже в самом отчете за эту неделю. На сегодня все. Всем спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Будете знать, что происходит у нас на торговом счете и вообще, какие мы производим действия по оценке торгов, по оценке валютных пар, ситуации на рынке, ну и, соответственно, по открытию или закрытию сделать. Всем всего доброго. До свидания. Продолжение следует...